Ежемесячно более тысячи когда-то домашних собак и кошек оказываются на улице. Причины разные. Кто-то теряет питомца, а кто-то сознательно выбрасывает его на улицу, избавившись как от ненужного мусора. Большинство бывших домашних животных с трудом привыкают к улице. Многие не адаптируются и гибнут. Домашним животным, конечно, очень тяжело выживать на улице, ввиду того, что у них абсолютно не приспособлен к этому иммунитету. Они зачастую погибают в холодах. Многие люди, приобретая забавного щенка или котенка, не отдают себе отчет, что одновременно берут на себя и ответственность за доверенное им животное. Это и уход, и правильное содержание, и гуманное обращение с домашним питомцем. Здесь идет проверка на все человеческие качества. Ведь бродячие собаки и кошки не появляются ниоткуда. Большинство из них – это чьи-то когда-то домашние животные. Сейчас разрабатывают законы в поддержку животных, но многие пока не работают. И остается надежда только на неравнодушные добрые сердца. История лисенка – это история человеческого предательства и веры в чудо. Собачка часами молча стояла у дверей магазина, разных организаций, в надежде увидеть своего любимого хозяина. Видно, что она была домашней, жила в квартире или дома, воспитана и сдержана. Через полтора месяца заметили, что собачка пропала. Неравнодушные люди нашли ее истощенную и умирающую от холода и болезни на асфальте. Привезли в клинику. Сейчас о лисенке заботятся, лечат, кормят. Она на временной передержке. Ей помогает, как говорится, всем миром. В ее глазах засветилась надежда. Скоро лисенок будет здорово и опять красиво, как раньше. Но без заботливых ручек и тепла она не выживет. Следующий, 2018 год – год собаки. Говорят, завести собаку в этом году к большому счастью. Посмотрите, может быть, это рыжее счастье ждет именно вас. А в подарок вам гарантирована любовь и вечная преданность. Оксана Рябухина, Сергей Сажин, Алексей Чупренюк. Специально для Анапа. Регион.